...контактные группы по Украине. Впервые за одним столом собрались представители сторон конфликта в присутствии посредников от России и ОБСЕ. Участники переговоров признали, что шансы на сохранение перемирия есть и выступили за решение гуманитарных и политических проблем Донбасса. Специальные подгруппы по направлениям готовы приступить к работе уже завтра. Ну и сейчас мы ждем материал из Минска нашего корреспондента, а пока к другим темам. Место для встречи участники контактной группы выбрали уже им хорошо знакомое. Отель в самом центре белорусской столицы. Из явных преимуществ подземная парковка. Попасть в конференц-зал можно незаметно, минуя десятки телекамер. Довольно быстро стало понятно. Все участники в сборе. И уже сам факт. Встречи вселял осторожный оптимизм. Журналисты не расходились. Час, два, три, четыре часа. Пленарные заседания сменялись одно другим. На формальный визит совсем не похоже. И вот, наконец, представители контактной группы вышли к прессе. Считаю, что эта работа пошла в конструктивном духе. И тем самым мы заложили фундамент для возможного процесса урегулирования всех вопросов за столом и не на поле боя. Заявления весьма сдержанные, хотя и обнадеживающие. Экс-президент Кучма уверяет, минские соглашения в действии. Их никто не отменял и не прекращал. Главные приоритеты – отвод вооружений и прекращение огня. И хотя сегодня обстановка в Донбассе изрядно наколена, надежда на перемирие по-прежнему сохраняется. Затем, как обе стороны конфликта выполняют взятые на себя обязательства, продолжат следить наблюдатели ОБСЕ. Вопрос о вводе миротворцев сегодня не обсуждался. Этот вопрос на повестке дня стоит. Вы прекрасно понимаете, если в плане работы рабочих подгрупп, дело не сдвинется, то единственный выход из положения – это обращаться в Организацию Объединенных Наций или в Европейский Союз, вводить миротворческий континент. Наконец, вспомнили о проведении конституционной реформы на Украине. Донецкой и Луганской народной республики пока, согласно решению Рады, считаются оккупированными территориями. Хотя в минских договоренностях черным по белому написано – особый статус. В рамках рабочей группы по политическим вопросам будут рассматриваться сюжеты, связанные с определением модальности и условий проведения выборов в Донбассе. Представители Донецкой и Луганской народных республик результатами встречи остались довольны. Настоящий прорыв, заявили они сходу. Начало диалога с Киевом, наконец, положено. Самое главное – стороны идут на компромисс. Полноценное перемирие, мир приближается, и действительные шаги, которые мы увидим в ближайшем будущем, я надеюсь, сделают, наверное, соответствующее, вернее, выразят соответствующее намерение. Сегодня же стало известно, что сформированы так называемые подгруппы. Эксперты от УБСЕ, России, Украины и самопровозглашенных республик будут работать по четырем направлениям. Безопасность – это прежде всего военные эксперты, которые будут выезжать на места вооруженных столкновений. Экономика – специалисты в этой области будут искать пути возвращения к жизни ведущих предприятий Донбасса, а также займутся вопросами выплаты пенсии и пособий. Гуманитарная миссия проследит за судьбой беженцев, а политическая займется проработкой механизма проведения выборов на местах. Эксперты контактной группы заявили – контакт найден. Встречаться они теперь готовы хоть каждую неделю. Сегодня в Пресненском суде Москве начали оглашение приговора по делу оборонсервиса. Судья успела зачитать только вводную часть. Из нее следует, что Евгения Васильева виновна по 8 из 12 эпизодов уголовного дела. Хищение нежилых помещений на Арбате и Большой Серпуховской, и отчуждение земельного участка поселки Пересыпь судом не подтверждено. В документе также указано, что планируя преступные действия, Васильева обманывала своего начальника, министра обороны Анатолия Сердюкова. Какое наказание назначит бывшей чиновнице, пока неизвестно. Оглашение приговора продолжится завтра. Тем не менее, защита Васильевой уже готовится опротестовать любое решение суда. Адвокаты настаивают на полной невиновности своей клиентки. Все, комментарии завтра будут. В любом случае, мы же исходим из того, что преступления нет. Поэтому, конечно, будет обжаловано. Ранее прокуратура просила приговорить Васильеву к 8 годам условно и потребовать с нее возмещение ущерба на сумму около 800 миллионов рублей. По оценке следователей арестованного недвижимого имущества, Васильевой ее драгоценности хватит для покошения долга перед государством. Ночные волки намерены в суде оспаривать депортацию из Германии и аннулирование виз рядом российских байкеров. Об этом заявила лидер мотоклуба Александр Залдостанов. Преследование ночных волков в Европе члены мотоклуба называют беззаконием и нарушением международных норм права. Мнение байкеров из России разделяют и простые европейцы, которые по своей инициативе наняли для россиян адвокатов Германии. Сейчас защитник готовит иск в суд. Наши немецкие друзья, да и не только, просто люди, сами вышли с такой инициативой, видя весь беспредел, нам помочь. И они говорят, что ребята, вы, говорит, что мы знаем, мы понимаем, разделяем ваш мотив приезда в Берлин. Вы едете туда не на пьянку, вы едете туда не пить пиво, вы едете туда не на концерт и не на гулянку, вы едете посетить могилы. Несколько часов назад пришла новость о том, что суд Берлина отменил решение об отказе на въезд в Германию двум российским байкерам. Но этот случай скорее исключение. Нескольких россиян уже выдворили на родину. Сегодня, например, в Петербург вернулся Юрий Васильев. Немецкие власти не пустили его в страну, несмотря на наличие всех документов. Сначала байкера несколько часов допрашивали, всю ночь продержали в камере, затем аннулировали его визу и отправили в Финляндию, через которую он въехал в Шенгенскую зону. А уже финские пограничники выслали Юрия в Россию. Прибыл 3-го часа на пароме в порт Крудемюн. Ну и прямо с парома 6 человек полицейских подошли, представились, сказали, что есть основания, что цель моей поездки не соответствует моей визе, визу мне туристически. Сказали, что придется проехать свой участок. Там короткий допрос, короткие часа на 2, дальше досмотр, опять же до Нижнего Белья, предварение об камеру. Сказали, что ждут федеральных агентов. О том, что мотопробег ночных волков дорогами Победы вызвал неадекватную реакцию европейских властей, мы рассказывали неоднократно. У байкеров постоянно возникают проблемы на границах и на дорогах, хотя ничего противозаконного россияне не совершают. Несмотря на все препоны, мотопробег памяти продолжается и завершится в Берлине 9 мая. Власти западных стран все чаще нарушают права российских граждан за границей. Об этом на встрече с Владимиром Путиным рассказала Элла Памфилова. Уполномоченная по правам человека подчеркнула, что в большинстве случаев нашим дипломатам удается разрешить такие ситуации. Памфилова также представила президенту доклад, в котором учтены все обращения россиян к правозащитникам за последний год. По ее словам, сейчас основные жалобы касаются сферы здравоохранения и ЖКХ. Также президент провел встречу с главой Федеральной миграционной службы. Как отчитался Константин Ромодановский, в этом году поток нелегалов удалось взять под контроль. Я просил вас подпишись в доклад о ситуации в миграционной сфере. Знаю, что вы это сделали. Пожалуйста, с удовольствием вас выслушаю и обсудим ситуацию. Только по линии иммиграционного контроля было принято 25 поправок в законодательство. Все они работают и работают эффективно. Если говорить о наиболее таких эффективных мерах, то это закрытие въезда, в том числе то, что вы назвали закрытие для злостных нарушителей на 5 на 10 лет. На сегодняшний день закрыт въезд для 1,350,000 нарушителей режима пребывания и наших правил иностранных граждан. Ромодановский подчеркнул, что вопросы беженцев из Украины рассматриваются в отдельном порядке. По словам главы ФМС, в Россию за год приехали около 2,5 миллионов переселенцев. Многие до сих пор не могут обустроиться. Как отметил Путин, для таких беженцев следует упростить процедуру регистрации. Этим вопросом займутся законодатели. Сегодня Министерство обороны России рассекретило новые архивы Великой Отечественной войны. Впервые опубликованы документы об участии иностранных подразделений в составе Красной Армии. Речь о чехах, поляках, болгарах и венграх. Среди 250 документов, размещенных на сайте Минобороны, правительственные соглашения, приказы командующих, а также оперативные сводки. Вадим Хуланхов об общей истории победы. Священком, вернуть! Священком, вернуть! На здоровье моей дивизии! Солдаты польской армии Людовой принимают присягу на территории Советского Союза. До освобождения Варшавы оставалось еще больше полугода, а до этого трудная битва за Белоруссию. Наибольший вклад внесли, конечно, польские подразделения, именно армия Людова, потому что было сформировано две армии общевойсковые польские, которые дошли до Берлина. И если сравнивать их с теми польскими подразделениями, которые воевали на Западном фронте, вот армия Андерса, то армия Людова, воевавшая на стороне Красной Армии, была гораздо больше. О том, как воевали польские солдаты в лучших художественных фильмах о танкистах и разведчике Клоссе, говорят архивные документы, рассекреченные сегодня Министерством обороны России. Из-за рассекреченных документов Министерства обороны, стремительным ударом 2-й пехотной дивизии с севера, частью сил 6-й пехотной дивизии с востока и юго-востока и 1-й танковой бригады с юго-запада, преодолевая упорное сопротивление противника, минные поля и инженерные заграждения позиционной обороны противника, в 12.00 17 января 1945 года армия владела городом Варшава. Кстати, в боях за Берлин именно солдаты войска польского оказали неоценимую помощь частям Красной Армии, штурмовавшим германскую столицу. Не меньшую активность в боях с фашистами проявили и части Чехословакской армии. Именно Чехословакию предали в середине 30-х ее западные покровители. Сначала Гитлер без боя получил Судетскую область, а затем под благовидным предлогом аннексировал всю страну полностью. Щерским и словацким солдатам было что припомнить Третьему Рейху. Из рассекреченных документов Министерства обороны. Потери, нанесенные противнику за время с 15 марта по 15 апреля 1945 года. Убитые и ранено 6500 немецких и венгерских солдат. Уничтожено танков 20, самоходных орудий 12, орудий 105 мм 4, орудий 75 мм 29, минометных батарей 50 мм 6, минометов 81 мм 8. Чехословакские соединения, влившиеся в ряды освободительной армии, воевали наравне со всеми. И именно они, плечом к лечу советскими солдатами, освободили 10 мая Прагу, добив таким образом остатки некогда непобедимого вермахта. Это как раз констатация того, что сама борьба легла на плечи русского народа и других народов, и в единстве народов, как раз и заключается в патриотизме единства народа, главный источник нашей победы. В отличие от присоединившихся в конце войны к частям Красной Армии, польских и чехословатских частей, легендарная французская эскадрилья Нормандия была самостоятельной боевой единицей в составе ВВС Красной Армии с 43-го года. И дрались французы на советской земле. Курская битва и освобождение Белоруссии – одни из самых ярких эпизодов биографии французских летчиков. А уже после освобождения Литвы, легендарная эскадрилья стала полком и получила свое второе название – Неман. Здесь, в воздушных боях, отличился французский авиационный полк Нормандия. Из рассекреченных документов Министерства обороны. В связи с вопросом пополнения личного состава истребительного авиаполка Нормандия, я имею честь довести до вашего сведения, что Верховное французское командование придает самое большое значение проблеме поддержания этой части на ее теперешнем уровне и со своей стороны будет делать для этого все, что в его силах. Кроме отдельных национальных частей, иностранцы воевали и непосредственно в рядах Красной Армии. В основном это были эмигранты, бежавшие от фашизма в Советский Союз. Наиболее известный из них, наверное, испанец Рубен Ибаррури, сын Долореса Баррури, который погиб под Сталинградом. Ну и вообще испанцев было довольно много, потому что испанские дети, которые воспитывались в Советском Союзе, многие из них потом вступили в Красную Армию. Уже к концу войны на сторону антигитлеровской коалиции перешли недавние союзники Германии, Румыния, Венгрия и Болгария. Даже Финляндия, не вступая в Союз с СССР, обернула оружие против гитлеровских войск. Таким образом, 70 лет назад фашисты остались в полном одиночестве. Вадим Хланхов, Светлана Шишкина, Татьяна Кузьменко, 5 канал. Второй пилот разбившегося в Альпахайробуса Андреас Лубец репетировал авиакатастрофу на другом маршруте в день трагедии. Такие данные содержатся в предварительном докладе Французского бюро расследования происшествий на транспорте. В документе говорится, что Андреас Лубец, выполняя рейс из Дюссельдорфа в Барселону, несколько раз задавал курс на снижение самолета. Он явно тренировал этот маневр, который на обратном пути из Барселоны в Дюссельдорф довел до конца, направив лайнер в горы. Следующий шаг расследования – получить ответ на главный вопрос. Почему в принципе сложилась такая ситуация, когда пилот с психическими проблемами, которому было предписано лечение у специалистов, поднялся на борт воздушного судна с явным намерением уничтожить и лайнер, и пассажиров? Нам предстоит подробно изучить всю систему медицинского лицензирования пилотов. Напомню, пассажирский самолет А-320 разбился 24 марта во французских Альпах. Всех, кто был на борту, 150 человек погибли. По версии следствия, виновником катастрофы стал второй пилот. Он умышленно направил самолет в горы, когда командир экипажа покинул кабину. Как выяснилось, Андреас Лубец несколько лет страдал от тяжелой депрессии и даже проходил лечение у психотерапевта. В Германии устраняют последствия сильнейшего торнадо. Об этом и других событиях дня в нашем дайжести за 100 секунд. Один человек погиб, и более 30 пострадали во время торнадо в Германии. Порывы ветра достигали 28 метров в секунду. Во многих немецких городах улицы завалены черепицей, осколками стекла повалены дорожные знаки, опрокинуты автомобили. Серьезно пострадал небольшой город Бюцов на севере ФРГ. Там из местной больницы пришлось эвакуировать всех пациентов. Ну а жителей Хабаровского края засыпало снегом. Температура почти на 10 градусов ниже нормы. Ночью столбик термометра опустился до минус двух. И это при том, что в конце апреля в регионе установилась теплая погода до плюс 20. По прогнозам синоптиков, холодная погода в Хабаровском крае продержится до конца недели. В Москве сегодня отмечают день герба и флага. По случаю праздника столичные кадеты прошли парадом по Поклонной горе. В торжественном марше приняли участие более 10 тысяч человек. Главными и почетными зрителями стали ветераны. С праздником собравшихся поздравил патриарх Кирилл. Еще один парад, но уже на воде наблюдали минувшей ночью в Петербурге. Боевые корабли Балтийского флота маневрировали под разведенными Невскими мостами, чтобы встать в праздничный строй вдоль набережных. 9 мая в военно-морском параде примут участие 15 кораблей. Это произойдет впервые за три последних десятилетия. В Севастополе ветеранам вручили ключи от новых квартир. Жилье получили 70 фронтовиков. Вместе с ними новую жилплощадь осмотрел министр строительства и ЖКХ Михаил Мень. До конца года он обещал обеспечить квартирами всех ветеранов Крыма. Пятый канал продолжает проект «Я помню, я горжусь». Наши корреспонденты рассказывают о своих родных, которым выпало жить в годы войны. В тылу и на передовой такие истории есть практически в любой российской семье. И каждая история особенная. Семья Елены Наркунете большая и интернациональная. В ней русские, молдаване, литовцы и белорусы. Все они помнят, как дедушка в 42-м году еще мальчишкой ушел в партизаны и лично пускал под откос вражеские эшелоны. Тогда на возраст никто не смотрел. Когда в Белоруссию пришла война и началась немецкая оккупация, моему деду Андрею Игнатьевичу Рудому было всего 16 лет. Но уже через год он ушел в лес, в партизанский отряд имени Буденного, в бригаду Победа. Это было в октябре 42-го, а в мае 44-го дед вернулся сюда, в родную деревню. В семейном архиве, как у всех, пожелтевшие фотоснимки. Карточек немного, но на одной из них деду вручают орден Красного Знамени. Горжусь и тем, что воевал, и тем, что мой отец. Отец есть отец, он во всем не пример, во всем моя память. Память. Так и назвали книгу, составленную по рассказам земляков-белорусов. Это хроника тех военных событий. Под моей фуфайкой были гранаты, пистолет, молочина, окинувши позинков, сказал Павел Булак. Добро, что не с пустыми руками. Так мы узнали имя командира отряда, о том, что дед был дважды ранен, с осколками прожил всю жизнь. А еще о боевых подвигах партизана Андрея Рудова. Он лично взорвал 10 железнодорожных вражеских эшелонов с живой силой и боеприпасами, 9 автомашин. Защищая родину, проявил себя смелым, храбрым и отважным партизаном. Всего лишь одна характеристика, а сколько фактов. Посмотришь на удостоверение, и картинки оживают. В конце 42-го в лесах Гродненской области скрывались около 2000 партизан. Точные цифры неизвестны, но народное движение крепло с каждым днем войны. С Германии шли все поставки сюда, чтобы завоевать тут. А они всему этому мешали. А что, думаешь, они там спали в лесу? Нет, они не спали. В этих краях любой местный житель, не хуже историка, расскажет об особенностях так называемой рельсовой войны. Немцы постоянно вырубали лес тут. Ну тут я только хотела сказать, что очень местность такая, достаточно открытая, так просто не подберешься. Да, они вырубали, чтобы им можно было, чтобы видимость больше была. Поэтому партизанам приходилось нелегко тут. Но дома, вероятно, и родные леса помогали, а тайные тропы вели в ближайшие деревни. Там местные жители пекли хлеб, стирали белье. За эту помощь партизанам фашисты расстреливали и сжигали целые семьи. Не щадили ни женщин, ни детей. Я на немцы стоять в боку, где-то горит хата, а девочка-то шесть водиков возле стоит в окенце и стукая ручками в окно. А в окна ранее же двойные были, и все по книгами, ручками, стукая. Ну ничего, отжечь крику, горит все это. Ну никто ж ничего не поможет, двиняще расстреляются. Люди добрые, помните, мы любили жизнь и родину нашу, и вас, дорогие. Это слова жителей другой деревни, Шауличи. 366 человек будто говорят с потомками сквозь время. 7 июля 43-го года гитлеровцы сожгли всех. Не пощадив даже 120 детей, сожгли заживо. И с тех пор это деревня-призрак. На месте каждого дома обожженные бревна, имена и фамилии. А здесь когда-то была школа. Деревню Плетяничи, откуда дед родом, фашисты тоже признали партизанской. А это равносильно смертному приговору. Был момент, когда всех местных жителей уже согнали в гумно, поставили пулеметы. Все уже были, кто молитву говорил, кто пищал, кто кричал, на колени стали. Но некий человек, известно лишь, что он работал в немецкой комендатуре, остановил карательную операцию. Часть населения отправили в Германию со станции Плетяничи. Но деревня с тех пор стала красной. Теперь это, по-белорусски, червоное село. Слишком много крови вылито было. Вот, поубивали много. Понимаете, у нашего селения, после войны, самостоятельных осталось только три мужика. Своего деда я никогда не видела. Он умер в 1972 году, в 47 лет. Награды и именные партизанские часы похоронили вместе с ним. Самое большее запомнилось, это похороны. Это когда они шли его награды на подушечках. Там, наверное, было штук 7 или 8 наград. Наград было много. В этом году у деда был бы юбилей, 90 лет. Остался дом, он сам его построил, просторный сад. И это тоже память. Ну, везде, где не топнешь, везде папина. Забор папин, калитка папина, дом папин, вишни папины. А это дерево особенное, семейная реликвия. Дед регулярно делал прививки, поэтому на дикой груши до сих пор созревают плоды трех разных сортов. Сегодня кажется, что очень символично. Моя семья сейчас это белорусы, литовцы, молдаване, русские. Да и количество потомков уже давно перевалило за третий десяток. Вряд ли, конечно, дед мог предвидеть такое, когда однажды построил простой деревенский дом и посадил это дерево. Деда давно нет и нет той страны. Но самое главное, чтобы в каждом отчим доме, на всей постсоветской земле, да и во всем мире не было бы войны. За это так горячо сражались и вы, мой дед Андрей Игнатьевич Рудой. Я помню, я горжусь. Сегодня в Кронштадте открыли стелу город воинской славы. Почетное звание пригороду Петербурга присвоили еще в 2009 году. Однако провести торжественное мероприятие решили именно в канун 70-летия юбилея Победы. Монумент теперь возвышается у въезда в историческую часть. Сегодня там собрались сотни человек. Стелу украшает двуглавый орел, символ Кронштадта, а также выдержки из указа президента России. В годы войны Кронштадт был важнейшей стратегической точкой на карте обороны Советского Союза. Гитлер планировал взять его вслед за Москвой и Ленинградом. Но в 41-м году город смог выстоять под шквальным огнем оккупантов. Помимо Кронштадта, почетное звание город воинской славы получат еще два пригорода Петербурга, Колпина и Ломоносов. Это пока все новости. Далее эфир продолжит детективный сериал «След». А сразу после «Любить по-русски» фильм второй.